Известирование того Евангелия, который будет читаться завтра. Не знаю, нужно вам напоминать, что эта неделя сплошная, и что, вступая в пост, мы с вами перестаем поститься первую неделю подготовки к посту. И Церковь призывает нас не молиться так, как молился Парисий. Пост, конечно, это особое время поставить молитву, но вот удивительно, что, приближаясь к нему, нас призывают не поститься и не молиться, как Парисий. Думаю, что вы все любите пост, и все любите это время. Конечно, удивительные песнопения, удивительные красоты слова звучат в храме. Но, наверное, все-таки не церковное искусство приводит нас в храм, а что-то другое, наверное. Некоторые не понимают, зачем мы живем в храме. Говорят, ну зачем? Господь и воскрес. Вот мы с вами сегодня слышали Евангелие, где говорится, вспоминают слова Христа. «Я с вами во все дни до скончания века». И ученики Христа не постился. И когда Парисеи там делали замечания, Господь сказал, не могу подститься сыны чертово, прась, не пока с ними жених. Господь с нами сказал, что мы с вами сидим в скачании века. Уже совершилось искупление мира, уже впоследствии, Господь уже убеждена сила дьявола. Мы живем уже в этом восьмом дне. Мы готовимся к Царству Небесному. Уже скоро Господь придет. Ей гряди, Господи Иисусе, и все как-то хорошо. Ну все и так хорошо. Зачем подолазить? И так же и трудно. Изоляция, неустроенность многих из вас, финансовые трудности, которые увеличивают с нами и у кого-то. Валерийский, и тут еще постится. Но было утешение было. Есть что-то вкусное, правда, с нами. Смотреть фильм какой-нибудь хороший. Вот, на тебе нельзя. Праздник нельзя ничего. Как-то так, да? Почему же так? Я тоже об этом думаю. Все время. И понимаешь, что пост нужен. Нельзя же, как бы сказать, что вот церковь устроила его. Это неправильно. Мне говорят, ну первые трясянки поселились. У них жизнь была очень трудная. Они жили после смерти, наверное. Вот очень. Ну, Мария Небеска не различала, что посты. Хотя я не знаю, как он нашу стыдит. Всегда у них всякого, пожалуйста. Ничего не видела. Я думаю... Я думаю, что каждый из нас с вами должен как-то себе самому объяснить, зачем нужен мост. Иначе можно пойти с ним пока погулять. Я ищу долго. Вот я и тоже скажу, девочки. Я же не объяснил, что пост, который ранее как на церковь не снимал, не объяснил. С настоянием, наверное, за мной дешевле. Я же пока не говорю. Ну, вот я, знаете, думаю, как. Да, Господь действительно воскресил. Да, действительно, Он сказал, что будет с нами. Ну, а кто из нас с вами это ощущает? Кто из нас с вами в этом пережит? Кто чувствует его близость? Даже в храме иногда стоит и ничего не чувствует. Ничего не понимает. Ну, была Пасха, меньше года там назад. Мы радовались, празднули, миховали, собирались вместе. И вот шла светлая седмица. Ну, а кто из вас в светлые этой седмицы радовался в храме? У кого не возникло, если бы сходить, потому что как-то в школу, в зале обычной, поем все ребят придушку, радовались. Ну, может, ты учился там, что-то не знали. Но, думаю, что не все. И вот уже забылась эта Пасха. Мы же не можем сейчас вот так вот сказать «Христос воскресе», как говорил преподобный Сергей. Ну, то есть, можем, конечно, но это же будет как-то, ну, как бы, не знаю, неестественное, что ли, да? Да, сейчас. Посмотрите, какие у вас лица у всех печалые, грустные. Вы же, когда в метеозах, когда свет гаснет, вы же не сияете, не видны сияниями, так сказать, вокруг ваших рукавов, потому что вы больше какого-то убываетесь, или жалуетесь на жизнь. Вот на эти люди приходят, и там, если они не уникают, они как-то все жалуются. Это плохо, кто плохо, сюда плохо, это то, это туда, сюда, вот это все такое, знаете. А где же радость такая? Мы же должны по воздуху улетать, в общем-то. Нам же можно взять яд какой-то, и коронавирус не нужно убрать, в общем-то. Должно вредить. Зачем вы эти маски носите? Не снимайте пока, да? Дело в том, что, конечно, Господь в 20 лет, но мы-то еще этим не живем. Мы живем чем-то другим, утешение, радости житейские, то, сё, пятое, двадцатое. И вот нам предлагается все-таки отложить все эти игрушки детские, и вспомнить о том, что Господь воскресил. И предлагается нам понять, а почему же у нас нет этой радости? В чем причина? У нас все есть. Мы живем в свободной стране. Я искренне говорю о том, что мы свободно исповедуем свою веру. Мы свободно выбираем, что нам петь, как нам молиться, как нам жить, где жить. У нас есть огромные изобиды разных продуктов. У Москвы это вообще особое место в России, конечно. Все хорошо. Почему же так у нас нет этой радости? Почему эта радость не зажигает люди? Почему у нас жирный потенциал? А там надо подумать, наверное, правда? И, конечно, в пост нужно ходить в храм. Конечно, в пост нужно как-то ограничиться к еде. Конечно, нужно еще что-то. Нужно и подумать. А почему там? Что? В чем причина? Мы все время видим причину чего-то другого. Это меня скорбей, я поэтому возразился. Это меня там обея, я делал. У меня вот уже нет, у меня, наоборот, есть. У меня еще хуже, чем нет. У меня где-то детей плохо, а у меня у них много этих людей тоже плохо. А у меня вот снег пошел плохо, обжарка плохо, дождик плохо, без дождя плохо. Но дело же не в этом. Если бы мы были со Христом, нам было бы везде и всегда храше. У нас в душе всегда была паста. У кого она есть, то нужно не паститься. Йодер ее. На стра-су-зитвитском басуе или там храме. Йодер, макава, хачейство, усопка. Ну, правда, паститься, но неважно. Вот. Так что, конечно, вот причем нужен мозг. Чтобы осознать, что Господь воскрес, но я-то в это не верю. По-настоящему. Я этим не живу. Я живу не для вечной жизни, для того, чтобы вот здесь, на земле, уже жить в этом невестном царстве. Я живу ничего другого. У меня заботы, дела, планы, мечты и еще что-то такое. Как? Надо это жить медить. Надо это срочно менять. Есть время, есть такая возможность. Вот причем это. Прошу прощения, если я рассказал то, что вам без меня понятно. Я все время и говорю. Конечно, тоже обязательно. Самое прекрасное. Так что вот, дорогие друзья, будем готовиться, будем паститься, будем в рам ходить. Сейчас очень многие полюбили ходить в храм. Мне говорят, как хорошо в храме. Народу мало. На ископе, где можно долго стоять, в бачу беседу. Есть внимание. Никто не толкается. Детей меньше стали ходить в храм. Еще что-то такое. Как хорошо. Пользуйтесь этим временем. А точно опять так же. Все придут. И... 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 Раньше, помню, мое время переместиться нельзя в какие-то дни. Вы спокойно, креститесь. На коленочке все встали, постояли. Все хорошо. Как хорошо, правда? Надо пользоваться этим, правда? Так что очень рад, что могу быть с вами. На следующий день у нас будет праздник. Во вторник у нас Средний Господень. Слух будет завершаться так же, как у нас... разрешается на средства и деньги. Так что, дорогие друзья, давайте подумаем, как нам провести пост. Заставим какую-то плану для себя, что-то. Возьмем какие-то для себя изменения, чего-то. Советуемся, чтобы у них Богу поговорим. Внимательно, как вы беседовали. Что и как мы можем сделать. И не будем готовы к тому, что мы можем понять, что совсем не так живу, как я живу. Ну, скажем, ферисей, завтра мы можем читать Иоанн. Он же думал, что у него все хорошо. Он же был рад, что так он хорошо живет, ферисеет. Он же ничего не понимал, ферисеет. Правда, и мы тоже, в принципе, я не считал великим, светлым. Мы верим в то, что Господь может оправдать его желтым. То есть, как-то они себя не оценивают, как-то страны. Они делали что-то. Вот делание такое, но во время поста необходимо, нужно для нас. И не нужно полагаться на то, что у меня там, что нам еще там делать. И так все у меня так есть. Или, наоборот, он говорит, что не получается. Делать что-то. Понимаешь, что нужно делать. Так, чтобы заработать. Еще раз поздравляю вас с началом и после подвода. Сначала по пасе и припасах.